Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и я с удовольствием представляю вам удивительного человека, директора издательства «Робинс» и автора более 40 стихотворных сборников Евгения Сосновского. Надо сказать, что издательство «Робинс» — издательство необычное, выпускает книжки необычные по форме и содержанию, это и книжки с окошками, как вы, наверное, знаете, и во многих библиотеках ваших домашних наверняка они есть, и книжки с наклейками, и с переводилками, и обучающие тренажеры, и много-много всего интересного, что позволяет проводить время и учиться, и развиваться с увлечением. И вот такого необычного издательства не может не быть необычного директора. Ну, часто бывает, что писатель становится издателем, но все в каких-то причин. Он не нашел своего издателя, ему приходится самому находить там деньги, издавать свои книги и так далее. А тут ситуация обратная. Директор издательства становится писателем. И я предоставляю слово Евгению Анатольевичу Сосновскому. Евгений Анатольевич, расскажите нам, пожалуйста, как же так получилось, что вы начали писать стихи? Во-первых, добрый день или доброе утро, дорогие ребята, папы, мамы, бабушки, дедушки, всем здравствуйте. Вообще, как я начал писать, это такая, знаете, большая история, а любая большая история имеет свою предысторию. Вот предыстория начинается с самого-самого моего раннего возраста, когда я даже еще не умел читать. Когда мама мне читала первые мои книжки и когда я с увлечением их слушал, это был Корнечуковский, Агния Барто, это Сергей Михалков, Самуил Маршак. Я думаю, что все, кого я назвал вот этим автором, это классика, это основоположники советской и потом дальше уже российской литературы. Я думаю, что вы все их хорошо знаете. Вот я на них, собственно говоря, и вырос. Дальше я их сам уже читал. Читал после этого и Сергея Козлова, и Романа Сеева, и Бориса Захадера. То есть я о чем хочу сказать? Я очень много в детстве читал, очень много. И детская книга, безусловно, повлияла на меня и принесла в мою жизнь то, как раз о чем я сейчас буду рассказывать, как я стал писать книжки, как я стал детским поэтом. Через много-много лет, когда я уже был вполне себе взрослым человеком, когда я уже начал, вступил в взрослую жизнь, мне посчастливилось. Я встретился с моим будущим партнером Михаилом Маркоткиным, с которым мы создали издательство «Росмен». И где я, собственно говоря, и возглавлял редакцию, у нас была одна редакция, так как «Росмен» занимался изданием детской литературы, у нас была одна редакция детской литературы, я ее возглавлял. И вот мне посчастливилось с этими людьми, со многими из этих людей. Ну, естественно, кто тогда еще, кто тогда здравствовал, например, я хорошо познакомиться, и самое главное, я с ними очень плотно работал. Это был Сергей, мне вот просто, я считаю, что мне в жизни, как говорится, фортуна улыбнулась, мне очень повезло. Я был не только знаком, я плотно очень работал с Сергеем Михалковым, Сергеем Козловым, с Генрихом Сабгиром, с Эдуардом Успенским, кстати говоря, Григория Остера мы выводили, собственно говоря, на такой вот, на широкий рынок. И, естественно, я не просто с ними там знакомился, не просто с ними работал, я и работал, в том числе и читал эти книги. И, конечно, восхищаясь ими, я в хорошем смысле завидовал, как можно так здорово писать, как это замечательно, как это прекрасно. И, опять же, уже через много лет, когда я уже создал второе издательство «Робинс», где сейчас как раз я и работаю, весь наш коллектив замечательный трудится в этом замечательном издательстве, вот в это время как раз я и начал писать. Но начал я писать не детские стихи, не с детской литературы, а я начал, сначала первое, что написал, ну так вот получилось, написал поздравление своей жене. У нее был юбилей, я написал ей поздравительное, не знаю, эссе, наверное, так можно сказать, такую небольшую даже поэмку я написал ей. Потом начал писать друзьям, писал, ну, какие-то взрослые там стихи о жизни, о размышлении какие-то, вот такие у меня были стиха. И в какой-то момент, а в это время Робинс уже, ну, был достаточно, в этом году Робинсу 10 лет. А, ну, тогда, когда я начал, как раз, собственно говоря, начал пробовать писать детские стихи, Робинс уже был, ну, более-менее известным издательством. И вот первые у меня были четверостиши небольшие, честно скажу, они были такие еще сыроватые, не совсем качественные, можно сказать. Вот, ну, потихоньку, в общем-то, мастерство шлифовалось, и в конечном итоге, вот на сегодняшний день, как вот вы слышали уже, я действительно написал достаточно большое количество стихотворений, и большинство из них уже мы напечатали в издательстве Робинс, они вышли, и уже многие-многие читатели уже их читают, уже дети уже на них растут. И, ну, можно много рассказывать, ну, например, вот есть очень интересная история, история про, таких я придумал героев, дружи мишек. Вот я вам сейчас покажу, ребята, первые герои, это были вот такие теги-мишки, да, книжка вот такая, видите, замечательная книга, называется, Мишки Теги изучают цифры и счет, а потом они дальше превращаются, превращаются уже, превратились вот этих героев в дружи мишек. Мишки Теги стали дружи мишками, вот они здесь, книжка, Мишки Теги, дружи мишки изучают противоположности, и одновременно я написал, дружи мишки удивительная азбука. Они все, они все очень, если заглянуть вовнутрь, вы посмотрите, какие они замечательные, красивые, красочные книги. И это, вот, например, вот эта книжка, это вот где дружи мишки изучают противоположности, это, скажем так, это для, ну, наверное, для ребят помладше, начиная, наверное, лет от трех-четырех, и до школьной, и, ну, где-то, наверное, до школы, когда деткам необходимо изучать первые, самые первые основные противоположности. Большой, маленький, высокий, низкий, и вот в таких веселых, забавных стишках, небольших, каждый стишок, он на разворот, вот, ну, вот, например, здесь короткий, длинный, рассказывая какие-то, так сказать, описывая какие-то истории, которые происходили с этими с дружи мишками, да, значит, я пишу, пишу как раз вот о том, что, пишу так, чтобы детки изучали, чтобы вы изучали, смогли изучить первые понятия, что такое противоположности, да, значит, как между собой они отличаются. Или, например, вот эта книжка «Удивительная азбука», да, это вот, я думаю, что многие из вас, кто, может быть, даже большинство из вас, кто сейчас смотрит эту передачу, знают уже, конечно, познакомились с буквами, да, но вот эта азбука, у многих из вас есть наверняка и младшие братья, сестрички, которые еще не знакомы с азбукой. И вот эта азбука, как раз она, собственно говоря, помогает детям изучить буквы. Вот, например, видите, буковка «Г» – это гусь такой вот сложившийся, да, а буковка какая там дальше у нас буковка идет? Буковка, например, вот буковка «Д», да, это вот дерево такое вот или дупло. Вот. Ну, что интересно, еще в этих книжках есть, которые, как раз я только что вам показал, книжки с дружинишками, в них мы специально в издательстве «Робинс» эти книжки снабдили специальной такой дополненной реальностью. То есть эти книжки оживают, они, там в них такие разные, такие небольшие сценки возникают, но это, конечно, надо использовать какой-нибудь гаджет, ну, я имею в виду телефон или iPad, и загрузив предварительно приложение, здесь все на заднике написано, и вот эти книжки начинают оживать, показывают мультфильмы небольшие, какие-то коротенькие, и самое главное, что они разговаривают великолепным голосом от замечательной актрисы Ирины Муравьевой. Вот. Значит, что еще? Значит, есть еще, пишу я разные книжки, пишу я и для малышей, для совсем маленьких деток, которые вот буквально только-только начинают, еще даже не разговаривая, да, вот только начинают звуки там издавать какие-то, чтобы мамочки могли им читать. Вот, например, книжка «Считаем пальчики», да, ну, может быть, я говорю, что вам это, конечно, неинтересно, но так, для более, может быть, для ваших братьев, сестричек, там, «Голоса животных», где такие, очень популярная сейчас книжка, такие, видите, замечательные картинки, прекрасные иллюстрации, я еще позже чуть скажу об этой художнице замечательной Ольге Килиной. Вот, и вот такие небольшие четверостиши, которые, в которых рассказывается об этих животных. Это для совсем маленьких. А вот как раз уже для более старших, уже, наверное, для младшего, ну, наверное, младше школьного возраста, я вот написал такой сборник, целый сборник разных, различных веселых историй, которые называются «Шутники». И, может быть, сейчас даже я вам прочту одну из историй, да? Я даже немного завидую детям, которые будут слушать эти истории, хотя я слушала много раз, не перестаю улыбаться каждый раз, когда вы читаете. Ну, сегодня какую-нибудь новую историю прочтем, да? Здесь много разных историй. А, кстати говоря, значит, практически все эти истории, которые здесь в этом сборнике, ну, так случилось, что я написал эту книгу по своей памяти, да, вспоминая свои какие-то смешные, удивительные истории, которые происходили или со мной, или с моим отцом, с моим дядей в далеком прошлом. Ну, вот такие получились смешные истории, как мне кажется, и как кажется тем людям, которые их уже прочитал, которые могут сделать вывод. Итак, давайте послушаем, ребята. Значит, вот еще раз сборник «Шутники. Веселые истории в стихах». А история называется «Лекарство от Ленин». Люблю родителей своих. Не нужно никаких других. Но просто так не могут жить. Работу вечером находить они стараются вовсю. А мне что делать? Я терплю. То подмети, постель сложи, одежду в шкаф свой собери. За хлеб в магазин сходи. Да, почту по пути возьми. Эх, ну хоть не приходи домой. Эх, мне бы дали выходной. Или неделю. Было бы лучше, чтобы никто меня не мучил. А может, месяц или год освободиться от забот. Пока об этом я мечтал. Сынок, отец меня позвал. Нам нужно огород скопать. Мы будем скоро там сажать. Сезон посадок на носу. Поэтому тебя прошу помочь нам с мамой. А пока, чтобы вышло все наверняка, к знакомой за рассадой едем. Потом мы к бабушке заедем. Прибраться дома ей поможем. Важна там наша помощь тоже. Понурив голову, вздохнул. Но делать нечего. Кивнул. Понятно. Буду помогать. Кому-то надо же копать. Итак, ребята, каждый раз очередной сюрприз сейчас. Лопату взял. Но тут же сел. Копать я точно не хотел. Ну что же делать? Как же быть? От грусти мне хотелось выйти. И вдруг меня как озарило. Вот где идея. Ну нехило. Зачем мне одному копать? Других мне надо привлекать. Да так, чтобы не мне просить. Ребят мне надо пригласить. Друзей почти что всех собрал. Хотя, конечно, им наврал. Рассказывал все так красиво, что сам поверил в это диво. Когда копался в водороде, пяток монет нашел там вроде. Да их там может целый клад. Я поделиться с вами рад. И не успев еще дослушать, надев мою лапшу на уши, друзья примчались, закричали. Ну где монеты? Мы так ждали. Тогда, чтобы за травку дать, до этого решил я взять из папиной коллекции. Чуть-чуть. Потом, конечно, чтобы вернуть. И закопал клад в огород. Пусть развлекается народ. А для примера сам копнул. Сергей взволнованно икнул. Как на монету он смотрел. Мне показалось, друг вспотел. С каким они копали рвением. Пот хоть и льет, но здесь терпение и жажда страсти, чтобы найти. Быстрее другого обойти. А я ладони потираю и так все живо представляю. Вот папа с мамой приезжают, поражены и обнимают. Вот это сын. Ну молодец. Твой первый с полки огурец, с грядки огурец. А что же у нас на огороде? Активно движется все вроде. Монеты время находить. И не копают. Уже рыть какие-то колодцы стали. Так глубоко их нет. Едва ли, кричу я им. Но тут и там нашел. И я стоял там гам. Поверить сложно. Через час наш огород был вскопан в раз. Но так кроты как будто жили. И ямы, и холмы нарыли. Я рот открыл. Стоял, смотрел. От страха в раз похолодел. Что мне родителям сказать? Тут не получится соврать. Ну а с монетами как быть? Таких нигде мне не добыть. Их точно нужно все вернуть. А как сказать об этом? Жуть! Ну я решился. Хватит врать. Уж лучше правду рассказать. Что было дальше? Промолчу. Позор тут помнить не хочу. А огород, разрытый, впрочем, Привел в порядок только к ночи. Вот такая история, ребята. Кстати, хочу показать вам такие иллюстрации замечательные. Смотрите, какие прекрасные. Замечательные иллюстрации. Вот. Наталья Макарова. Что еще дальше будем? Евгений Анатольевич, у вас такие добрые, такие стихи с юмором. Кроме того, у них есть еще и познавательные и развивающие составляющие. А как вы придумываете сюжет, Евгений Анатольевич? Как сюжет придуман? Ну, во-первых, я могу сказать очень такую, даже не сказать, а рассказать очень важную такую вещь. Как я большинство своих книг пишу, потому что, ну, недаром мы говорили, вот, Светлана, вы говорили, то, что я вот начал свою писательскую деятельность не с чистого листа, не сразу как автор. Я до этого, собственно говоря, я как раз книжки издавал. И много их издал за свою жизнь, очень много книг. И вот в нашем издательстве «Робинс» специально у нас есть замечательный методист, кандидат психологических наук Елена Писарева. И вот мы с Еленой и с нашим главным редактором Мариной Гагариной придумываем, придумываем перед тем, как я, например, думаю о какой-то книжке, вот мы садимся и продумываем сюжет. И самое главное, чтобы это... В том, что многие книжки, которые я пишу, они развивающие. Это не просто, например, книжка «Цифры и счёт». Это, да, это, с одной стороны, в художественном таком, в зарифмованном художественном стиле всё написано. Но что ещё важно, что эти книжки, они развивающие. Вот в каждой, например, вот этой книжке «Цифры и Мишки Пеги изучают цифры и счёт», каждая история посвящена изучению какой-либо цифры, да, сначала цифры, а потом счёту, короткому счёту на эту цифру там. То есть цифра 1 проговаривается многократно, там цифра 2 там, или там счёт раз, два там и так дальше. И вот мы продумываем специально, как я уже рассказывал, в таком нашем небольшом редакционном составе, каким образом должна быть построена эта книга. Ну, а потом сажусь и начинаю уже, собственно говоря, придумывать сюжеты, придумывать, как она должна, так сказать, выглядеть, как должна быть эта книга устроена. Бывает и наоборот. Вот, например, вот только вчера, буквально, ребята, кстати говоря, хочу сказать, что кто сейчас смотрит, особенно в прямом эфире, нашу вот сейчас передачу необыкновенно, а счастливые люди, потому что вы сейчас можете видеть, вот я сейчас вам покажу, вот видите, все вот эти 5 книжечек, 4, да, у меня, где-то тут ещё одна пятая, вот ещё одна пятая, называется «Мы микробов победим». Вот эти все 5 книжек – это сигнальные экземпляры, это то есть самые-самые первые книжки из тиража, которые ещё даже нет в продаже, да, и вот вы сейчас, вот я сейчас держу в руках с большим удовольствием, наслаждением, и, собственно говоря, вам демонстрирую, и хочу, вот, собственно говоря, о чём я хотел сказать. Дело в том, что, вот, например, как приходят мысли, как приходят в голову автору, в данном случае мне, различные сюжеты, откуда вообще эти книжки эти берутся, как я их пишу. Вот в данном случае вот эта книжка «Забавные животные» или она называется «Знаки зодиака для малышей», я её написал сначала, сначала я увидел наших художников, замечательно, Ольга Килина, которая рисует у нас много книг, я увидел в её Инстаграме вот такую картинку, такого у нас забавного, вот сейчас, чтобы было видно, такого удивительного, забавного барашка. Мне она чрезвычайно понравилась. Я увидел, значит, было две картинки, вот этого барашка и вот этого львёнка, сначала была первая картинка вот этого барашка. И я подумал, ну, невозможно, мне так вот захотелось что-то написать, у меня получился такой стишок, и после того, как я написал, я подумал, так это же прямо, ну, вот, судьба говорит о том, что надо писать книгу о знаках зодиака. И потом я дальше начал уже сам придумывать сюжеты на другие знаки, другие знаки зодиака, которые есть в этой книжке. Там созвездие Рака, созвездие Близнецов, да, значит, вот созвездие Дева. Вот видите, какая Дева здесь носа. Вот получилась такая замечательная, замечательная книжка с чудеснейшими иллюстрациями, как я уже говорил, художник. Очень красивая, прям так и хочется взять в руки и наслаждаться. Вы знаете, ее удивительная, я как профессиональный издатель, могу компетентно сказать, что великолепная полиграфия, великолепнейшая. Здесь такой крепкий, жесткий белый картон, скругленные уголки такие, она безопасная, она легкая, она такая вот многократного, ну, для книги, наверное, сложно говорить многократного, вроде все книги многократного использованы, но мы же знаем, когда малыш, малыш, так сказать, по-разному, да, он, и вот у меня в детстве, например, когда мы ребенка кормили там, да, я там со своей женой в том числе помогал кормить, он у нас плевался кашей, у нас все книги были закрованы, и мы книги тряпочкой там оттирали. Вот я помню как раз там Самуил Маршак, где обедал воробей, но с ним до сих пор где-то осталось, там такие жесткие каши прилипшие, где удалось отодрать, там отдиралось воробей. А здесь одно удовольствие тряпочкой протереть, и будет так новенькая книжечка. В общем, на мой взгляд, на мой взгляд, вот эти книжки, они, ну, я считаю, что они замечательны, замечательны по всем своим характеристикам. Вот, вот, как бы, очередной пример, так сказать, как я пишу там свои книжки. Ну, вот еще, наверное, могу показать вам, ребята, например, на примере книги самой-самой азбуки, вот такая интересная очень книга. Это тоже азбука, но это логопедическая азбука. Там буква, знаете же, наверное, да, многие из вас знают, чем буква отличается от звука, да? Знаете, да? Ну, я очень надеюсь, что вы знаете. Так вот, вот буква, так сказать, когда она стоит в начале, в середине и в конце слова, она звучит, разные звуки у нее получаются. И вот, когда вот детки читают эту книгу, даже те, у которых, так сказать, нет проблем с логопедией, у них речь ставится, фонематический слух вырабатывается хорошо. То есть эта книга очень полезная. Ну, естественно, она, как мне кажется, ну, как автор, я могу самому себя палить, наверное, не очень, так сказать, хорошо. Здесь, кстати говоря, даже есть стих про хвостоство на букву Х. То есть каждая буковка, да, это стих на определенную тему. Вот есть стихотворение о лени, стихотворение о доброте, о любви. Ну, обо всем практически, об очень многих вещах, очень важных вещах. О любви к маме, там, не знаю, там, о чем там. О том, чтобы, так сказать, о том, чтобы, например, вот эта буква «Р», кстати говоря, это была первая буковка, с которой, собственно говоря, эта книга началась. «Р» — это про обжорство, что сильно не надо увлекаться этим делом. Вкусно поесть — это здорово, да, но надо знать меру. В общем, эта книга, так и многие называют книгой жизни даже, для самых таких вот, такая первая книга жизни. Она, кстати говоря, несколько лет назад стала призером всероссийского конкурса «Книга года выбирают дети». Ну, по всем статьям. Она, кстати говоря, тоже, эта книга с мобильным приложением. Вот видите, здесь такой шильдик оживает с мобильным приложением. То есть здесь и вертолет летает, и тут утята бегают, и прочее, прочее. И вот как в тех книжках тоже, о которых я рассказывал про дружи Мишек, Ирина Муравьева озвучивает. То есть эту книжку даже можно, если устал сам читать, загрузил в телефон, положил с собой, и она тебе будет просто слушать эту книжку. Тоже неплохо, тоже вариант. Почему нет? Да, есть еще объективное свидетельство успеха. Я хочу добавить, что эта книга уже пятый раз переиздается за три года. Это говорит о том, что всем и детям, и родителям она очень-очень нравится. Я помню, одна бабушка даже сказала, что если бы в ее детстве была такая книжка, то, возможно, ее жизнь сложилась бы по-другому. Да. Ну, правда, на нее очень-очень много таких, не только положительных, даже восторженных, реально восторженных отзывов. Ну, она, правда, она замечательная не только по своему литературному наполнению, по своему содержанию, там прекрасные иллюстрации, как вы уже, ребята, видели. И, конечно, так сказать, то, что она озвучена замечательно актрисой Ириной Муравьевой, это придает ей дополнительный такой вот... Шарм. Ну, такой уж... А, ну да, я пытался слово Шарм... Такой большой-большой-большой плюс ей. Что еще есть? Откуда берутся еще идеи? Да идеи по-разному. Вот еще один источник идеи. Сейчас я вам покажу вот такую книжечку. Еще один источник идеи. Ну, так как, как вы уже знаете, я не только автор, но и издатель, мы, естественно, ездим на различные зарубежные выставки, посещаем, смотрим, что где, кто что выпускает, ну, там, смотрим, какие есть идеи. И вот мы там встретили, столкнулись, действительно, там мы встретили одном зарубежном издательстве, была вот такая идея. Мы немножечко ее трансформировали, немножечко ее преобразили, и вот у нас получилась такая очень интересная, забавная книжка. Вот смотрите, что тут у нас есть. Вроде бы с виду это обычная книга. Вот с этой стороны у нас замечательная картинка, да, большое животное такое, да. А с этой стороны идет описание этого животного, да. Значит, вверху идет описание, как оно выглядит. А вот внизу, второе четверостище, палатки, где живет, там, так сказать, что любит, что делает, там, и прочее, прочее. Но, вот если кто-то из вас внимательно смотрит, заметили, наверное, что каждая, тут такие плотные странички, картонные, каждая страничка разделена пополам, она разрезана. И вот их можно листать. И вот когда мы листаем эти странички, посмотрите, что происходит смешное. Что у нас тут произошло? У нас сверху, да, половинка коровы, да, верхняя часть, а нижняя часть индюка. И давайте послушаем тогда. А с этой стороны у нас получился стих про этого удивительного животного, который как называется, вот я не вижу, можете прочесть? Курдюк. Курдюк. Вот давайте я про этого курдюка, например, я вам прочту стишок. У меня рога бодать, вымя, чтоб доили, хвост метелкой мух гонять, вон, все облепили. А дальше? Среди всей домашней птицы я, возможно, самый крупный, а во сне мне часто снится, что еще я самый умный. Вот такой у нас кордюк, да, вот так вот, ребята, вот такая смешная, вот такие смешные. Им, например, вот, ну, знаете, вот тут их, вообще их обычных 12 животных, но необычных можно получить 144. Я думаю, что вот когда чуть-чуть подрастете, да, поймете, почему 144, да, это, это, каждая картинка сочетается с остальными 12 картинками, да, и вот это 12, когда умножишь на 12, получишь как раз вот это 144 варианта можно получить разных животных. И вот сверху получается две, сверху вот этот, ну, пускай будет уже не индюк, мы про индюка уже слышали, да, а сверху, например, тут, кто тут? Вот, например, кролик, да, а снизу, например, свинка, да, и вот у нас получается какое, какое животное, вот оно, как же вам было видно, да? Да, очень смешное. Да, это кронка, да? Кронка, кронка. Кронка такая животное получается. Вот такие, и вот вы понимаете, да, что это получается, ну, это может быть, я говорю, некоторые уже выросли из этого возраста, но мне кажется, даже взрослым это смешно. Вот, давайте по кронку. Уши длинные торчат, любим все морковку, мы похожи на зайчат, прыгать можем ловко, а дальше, солнце жарко, а как же быть, в лужу надо срочно удовольствие получить, там смогу я точно, насекомые, к тому же, все сбегут из грязной лужи. Вот такая кронка, вот такая кронка. Вот есть, кстати говоря, это вот книжка «Домашние животные», а есть такая же вот книжечка у нас «Лесные животные», то же самое, тоже, вот если тот же самый принцип, тоже вот животные, с одной стороны животные меняются, меняются частями, своими частями меняются, да, а с правой стороны как раз вот те стихи, которые я написал, они как раз здесь и тоже меняют, дают очень такое смешное восприятие этого нового животного. Ну вот, дикие животные и прочее. Эти книжки очень приятно в руках держать, они хорошо переворачиваются на пушинке. Да, и так, здесь уже как издатель могу сказать, что мы здесь не ошиблись как издатели, мы сделали замечательную-замечательную книжку, полиграфически она вызвана, там очень, так сказать, получилось у нас, видите, тут скругленный корешок, ее в руке очень приятно держать, иллюстрации замечательные, да, все, все прекрасно. Вот, мне кажется, веселые такие стихи. И сейчас вот только совсем недавно, вот у нас мы получили там несколько месяцев назад тираж, вот он у нас закончился, мы запустили новый тираж на переиздание. Книжка очень хорошо воспринимается. Хочу вам еще показать свою книжку, которая несколько лет назад вышла, называется «Доктор Супердок». Такая занимательная история, как раз, собственно говоря, наверное, для вашего возраста, для дошкольного и младшего школьного возраста. Вот тут видите, какие иллюстрации, тут мальчик, вот он заболел, и вот он заснул, и во сне, во сне, вроде бы, ему кажется, что во сне, а на самом деле, на самом деле он превращается в мальчика, который обладает необыкновенными способностями, может превращаться во врачей разных специальностей. И вот эти его превращения, они сопровождаются как раз в этой книжке, еще есть одновременно, здесь есть еще различные активити-задания, которые помогут вам разобраться, чем отличается, например, многие из вас знают, кто такой дерматолог-врач, или врач-лор там, да, чем отличается терапевт от педиатра, да. А вот эта книжка как раз, если кто-то из вас интересуется этим, как раз поможет вам во всем этом разобраться. Здесь, кстати говоря, еще есть и переводные картинки, которые помогут вам, с одной стороны, выполнять все эти активные задания, которые в конце книги здесь есть, а с другой стороны, они просто, ну, просто интерес у вас такой. Позволит весело провести время. Конечно, это очень интересно, это такая разнообразная такая деятельность. Вообще любая книжка, она не должна, не надо, она не должна быть, не может быть, не должна быть скучной, да. Ее должно быть интересно читать, интересно по ней заниматься. Вот мы поэтому стараемся в издательстве Робинс, и я, как в том числе автор, стараюсь как бы и писать. И мы стараемся так книжки издавать, чтобы у вас, ребята, вы могли разнообразить свою деятельность и не скучать, не скучать, когда вы читаете, читаете или занимаетесь по нашим книжкам. Что еще? Что еще нам? О чем еще можно рассказать? Вот еще есть такие, такие целая серия у нас книг, таких книг на картоне, которые рассказывают об очень важных вещах. Ну, наверное, опять же, это, наверное, для дошкольного возраста, да. Хотя, наверное, и некоторым, и младшим школьникам это тоже будет небезынтересно и полезно. Вот эта безопасная книга, которая рассказывает о всех угрозах, о всех опасностях, которые окружают нас, взрослых, ну и в первую очередь, взрослые же об этом знают, а в первую очередь вас, дети. Когда вы, например, там, находитесь дома, или вдруг вы там случайно на улице оказались, так сказать, вот один, вот потерялся там, что делать? Здесь рассказывается, что делать. Или ты в лесу там оказался один. Что делать в лесу? Что делать? Как правильно на воде себя вести? Ну, тут такие забавные, веселые истории, которые вам, с одной стороны, они веселые, а с другой стороны, может быть, кому-то даже они в жизни помогут. А некоторые, может быть, и спасут жизнь. Все бывает в жизни, все случается. И вот эти истории специально, опять же, возвращаясь к тому, как я пишу наши книжки, пишу свои книжки, видите, я даже оговариваюсь, наши книжки, потому что мы делаем, книжки я пишу вместе со своим большим, всем нашим чудесным, так сказать, замечательным редакционным коллективом. Вот как раз с нашим методистом мы проговаривали, какие должны быть здесь разделы в этой книжке. Я там остался дома я один, на прогулке в городе, безопасность на природе, безопасность на воде, на дороге, везде. Вот все вот эти разделы мы полностью охватываем, всю, как бы, так сказать, проблематику, все те вопросы, которые необходимо знать ребенку с точки зрения безопасности, ребята. И так что я вам рекомендую безопасную книгу. А в этой же серии есть другая книга, вежливая книга, но я думаю, что многие из вас, это немножко смыслось, многие из вас догадались по названию, что такое вежливая книга, для чего она. Да, это такой детский этикет. Как правильно себя вести, да? Как правильно себя вести дома? Как правильно себя в гостях надо вести? Какие надо говорить слова? Вот какие разделы есть. Очень важные слова. Буду делать хорошо, не буду плохо. Правила поведения за едой, да? Буду помогать, близким помогать, и они заботятся. Когда я решил пойти в гости? Про чистоту, что я надо соблюдать, и прочее, прочее. Ну, может быть, немножко я там занудно так вот рассказываю, да? Но читать, мне кажется, весело, и приятно, и полезно. Ну, давайте вот, например, я знаю, что многим нравится, например, вот у многих из вас, да, я думаю, что у большинства из вас, наверное, практически у всех из вас есть бабушки и дедушки. Вот давайте вот про бабушку. Когда бабушка заснула, чтобы ее не разбудить, ну-ка, тихо, я шепнула, прекращайте говорить. Если любишь ты кого-то, позаботься же о нем. Как? Согласен? Верно? То-то. Так любовь мы отдаем. Поэтому любовь, это ведь не только, когда ты говоришь своим близким, мамочка или бабушка, я тебя люблю, но и когда ты поступаешь так, в котором такое у тебя поведение, в котором проявляется твоя любовь. Вот как раз стихи мои об этом. Или, например, там, про мамочку. Про маму. Да, про маму. Очень трогательно. Про маму трогательно. Коротенький стишок. Моя мамочка не спит, целый день страдает. Голова с утра болит, ничто не помогает. Сяду рядышком я с ней, обниму легонечко. Может, лучше станет ей. Хоть чуть-чуть. Немножечко. Я больше, чем уверен. После этого у любой мамы голова моментально пройдет. Да. А если же не совсем пройдет, то улыбка, улыбка, она сразу просто расцветется. И, конечно, ей здорово поднимет настроение. Так. Так что, ну что. Наверное, по времени... Ребята, задавайте вопросы. Да, мы будем озвучивать их в прямом эфире. С удовольствием отвечу. Евгений Анатольевич ответит на них. Если вдруг не успеете написать сейчас, то задавайте вопросы в комментариях на YouTube-канале Российской государственной детской библиотеки, и мы тоже на них ответим. Евгений Анатольевич, а расскажите, как вам пишется сейчас? Может быть, вы нам что-нибудь из нового почитаем, эксклюзивного? Это в самом начале я уже показал, показал ребятам книжечки, которые только что пришли, да, вот из первого тиража. И в том числе, в том числе, среди этих замечательных книжек была книжечка, которую я написал в самом начале карантина, да, вот как только у нас... Да, просто на злобу дня. Да, вопрос называется «Мы микробов победим». Я ее... Настолько был... Ну, вот как бы вот эта ситуация меня прям вот... Меня она мучила, меня она терзала. Я понимал, что что-то нужно сделать такое, и оно прямо вот выплеснулось. Я написал такую, ну, на мой взгляд, забавную историю. Опять же, ты главный герой Дружи Мишки. Видите, какая она красивая. Вот. Целую историю написал про Дружи Мишек. Но самое главное там действительно, как они борются с микробами. И там все-все рассказывается о микробах. Ну, в основном все, конечно же. Что основные понятия. И вот... Я ее написал, и мы ее тут же быстро в издательстве отдали нашей чудесной, замечательной художнице Оленьке Сеидовой на иллюстрирование. Она нам... Наверное, где-то... Представляете, какая... Представляете, сколько здесь... Какие здесь иллюстрации? Сколько здесь работы? Наверное, меньше, чем за месяц она нам сделала эту книжку. Наверное, меньше, чем за месяц. И мы ее успели вот напечатать. Ну, вот пока еще ее нет. Она еще какое-то время, пока она появится в продаже. Вот. Но это просто к тому, что вот... Как мне пишется? Мне... Мне... Мне писало... Было много времени. Значительно больше, чем вот в обычной, как вы понимаете. Все мы... Большинство из нас сидели на карантине. Вот. И я написал достаточно большое количество книг. Ну, даже не книг, вернее. Стихотворений. Я почему оговорился книг? Потому что... Ну, вот, например, вот это одно стихотворение, и получилась одна книжка. Ну, вот я написал 12 стихотворений. Не знаю, будут ли 12 книг получиться из них, но вот 12 стихотворений получилось. И вот, наверное, одно из последних, оно у меня такое получилось полудетское, полувзрослое. Может быть, даже взрослым, которые нас слушают, будет им интересно. Я даже практически уверен в этом. Это такая некая... Ну, даже нельзя назвать пародия. Это и не пародия, это и не плагиат Скрылова, но есть какие-то пересечения, безусловно. Сейчас многие из вас поймут, оценят. Ребята, которые еще не знают басни Крылова, потом, может быть, как раз это их подвинет в будущем познакомиться с ними. Ну, давайте послушаем, что у меня получилось. Называется... Назвал ее пока... Еще пока такое предварительное название «Чужой сыр». Однажды утром в ранний час влеком и запахом колбас сдержаться не могла ворона. Решилась тут же и с разгона на рынок фермерский влетела ловка и сголодалась так плутовка. И смотрят на нее уже со всех сторон. Ух, это воронье! Но вдруг, как будто сон, В вороне кажется мираж, А в горле будто сперлаж. Сметана, творог и кефир, И на краю прилавка сыр. Но главное, там никого. Одна лишь надпись «Молоко», Под ней молочные продукты. И, каркнув лишь ворона, Ух ты! Схватила сыр она умело И с сыром в клюве улетела. А чтоб поесть спокойнее и проще, Летит она к дубовой роще. Лишь там в тени, где есть прохлада, И ее ждет чудная услада. И вот уже знакомый дуб, Она садится прямо тут, Вся в мечтах и в предвкушении. Еще чуть-чуть, еще мгновение, Мечта должна осуществиться. Но помешала в том лисица. Лисицу запах тот привлек, Примчалась к дубу со всех ног. Но жаль, на дуб же не залезть, А так ей хочется поесть. Сидит лиса, раскрывши пасть, Вдруг может что-нибудь упасть. А у вороны глупый вид, С куском огромным, Клюв открыт. Решила, надо сыр глотать, Иначе счастья не видать, Чтоб не упало вниз ни крошки. Вдруг подберет лиса с дорожки. Сыр стал ей горло поперек, Ворону сыр уже не влек, Сыр не туда и не сюда, Ворону плохо, вот беда. Лиса сидит вся в ожидании, А у вороны прочь сознание, И камнем полетела вниз. А для лисы двойной сюрприз. Да, кстати, Следующей зимой Охотник, Фермер молодой, Бродя в заснеженном лесу, Пиф-паф и Подстрелил лису. С чужим добром Не будет прока, Не забывай, Дружок урока, Ведь как веревочки не виться, За все придется Расплатиться. Вот такая То ли басня, То ли какая-то история. Замечательное стихотворение. Да, то есть это вот как раз тоже Дела карантинного времени. Вот то, что Одна из последних моих, Одна из последних моих стихотворений. Ну, у нас, к сожалению, Кончается время. Мы можем бесконечно слушать Ваши стихи, Евгений Анатольевич. Ну, к сожалению, Приходится прощаться С нашими дорогими слушателями И зрителями. Вот. Для тех, кто не успел Задать вопрос, Пожалуйста, задавайте свои вопросы На ютуб-канале РГДБ. Евгений Анатольевич Сосновский С удовольствием на них ответит. Ну, и смотрите на наши новости На нашем новом сайте robins.ru Подписывайтесь на наши страницы В инстаграмм И смотрите наши лектории Для родителей. Каждую среду Восемь часов вечера. До свидания. Всего доброго. Удачи всем. Всего хорошего. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok